Новобранцы полностью укомплектованы. Их ждут армейские будни сроком на один год. Каждый из них планирует и родине послужить, и военный билет заполучить. Есть и те, кому просто по душе военная стезя. Мне сам захотелось добровольно, по своим желаниям. Не знаю, захотелось поработать в военном службе, в структуру таких. Провожают сегодня и Ахмеда Тамбиева. Студент второго курса физико-математического факультета Ингуйского государственного университета мог взять себе законную отсрочку, но предпочел академический отпуск. Учебу он планирует завершить после прохождения службы. Я посчитал своей обязанностью явиться в военкомат. Предварительно я взял академический отпуск в университете, за что благодарен ректору Ингу. И явился в военкомат, как положено. Прошел всю комиссию и отправляюсь служить. С военным билетом сейчас проще устроиться на работу. И вот, собственно, поэтому, чтобы не откладывать на потом и отслужить сейчас. Отец Ахмеда Тамбиева работает на госслужбе. Сын решил поддержать родителя в вопросе призыва. И на своем примере показать, что сыновья чиновников также проходят срочную службу и равны перед законом. Хотелось бы подчеркнуть и банальную фразу сказать о том, что любой мужчина должен отдать долг своей родине, отслужить в армии. Во-вторых, Ахмед является студентом университета. Он получил повестку и принял решение, что он должен отслужить. Это уже вторая по счету отправка новобранцев в республики. Они будут выполнять свои воинские обязанности в военно-воздушных и космических войсках. Проводить ребят собрались родители и близкие родственники. Матерям долгая разлука с сыновьями дается нелегко. Представители воинских частей в свою очередь заверяют, что ребята будут служить в хороших условиях. Россия у нас многонациональная страна, но в воинских частях, по крайней мере, в воздушно-космических силах отношения русские, ребята с республики Ингушетии, с Дагестана, отношения ко всем хорошие, одинаковые. То есть размещаться будут в казармах, будут поставлены на все виды довольствия, продовольственного, вещевого и так далее. То есть обеспеченные будут всеми положенными видами довольствия. Раскладка меню в столовой составляется на неделю и, соответственно, там предусматриваются на выбор. То есть, ну если вера не позволяет, там свинину, там есть курица, допустим, то есть можно выбрать. В военном комиссариате заявляют, что задача перед Министерством обороны в весенней призывной кампании будет выполнена на 100%. По словам военного комиссара, половину новобранцев на отправку они уже подготовили. Осталось дождаться приезда представителей воинских частей. Как говорят, прошедший призыв, он шел трудно. Этот призыв идет, я же говорю, наверное, из-за того, что родители успокоились, они понимают и осознают, что, во-первых, военные билеты нужны ребятам. На сегодняшний день и законодательство ужесточается. Завтра, послезавтра, будем говорить так, чтобы человек куда-то устроился, обязательно нужен будет военный билет. Наверное, осознавая, понимая это, и родители согласны. Ну, а ребята, они всегда хотели служить наши, мы это знаем, всегда с радостью шли на военную службу. Поэтому, наверное, и сейчас так вот они идут. Ни одного нету на сегодняшний день из ребят, который бы насильно был доставлен в военный комиссариат. Все ребята, которые идут, это ребята идут добровольно, осознанно, именно для того, чтобы пройти военную службу. Призывная кампания продлится до 15 июня. Наших ребят отправят в сухопутные, железнодорожные и войска Национальной гвардии России. Идрис Ижиев, Адам Гулоев, Магомед Доскиев, Новости 24.